Пять классов в этой школе особенные, под буквой «К», что значит «казачьи». Под руководством Любови Александровна, восьмилетние дети занимаются серьезной патриотической работой. Казачий класс по программе, по программе ничем не отличается. Та же программа, школа России, те же учебники, но больше внимания в воспитательной работе. Это патриотическое воспитание. Мы ходим в храм, то есть дети все пришли уже осознанно, что они православные, и их родители тоже. Причащаемся, в этом году уже причащались, исповедовались. Вот недавно было мероприятие в городском масштабе, это было поминовение, конференция. В классе не только будущие воины казачаты, но и настоящие казачки. Неудивительно, что с полной-неполной разборкой автомата Калашникова в классе лучше всех справляется Ангелина Калашникова, однофамилица знаменитого оружейника. Трудновато бывает, там надо что-то натягивать, вставлять какие-то баллончики. И нам иногда мальчики помогали, иногда мы сами делали, разбирали. Мы стреляли из винтовки, из лука, из метания ножей у нас были. К краевому месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической работы казачаты относятся серьезно. Пишут сочинения о родине, готовятся к спартакиаде. По десяти видам спорта, который пройдет в станице Гостогаевской, учат казачьи песни. Преподаватель с сорокалетним стажем Шурукина вдохновляет не только малышей, но и их родители. В походы по святым местам и к памятнику героя Калинина они ходят вместе. С марта месяца мы боролись за право носить звание Дмитрия Калинина. Ну и очень большую работу поисковую провели. Дмитрий Калинин, мы связались с поселком, где он там. Там в прошлом году ему поставили памятник. Нам прислали фотографию домика, где он жил, она сохранилась. У второго казачьего класса серьезные заявки на победу. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа, регион.